Кот лезет к цветам, я ему по заднице раз, нельзя цветы трогать, не понимает опять к цветам, то землю копает, то еще что не думает. Я, как говорят, надо этим, тапком, тапком не помогает тоже. Один раз он залез, опять на подоконник, сидит, ковыряет землю в цветах, я подхожу потихонечку. И вот так ладошкой, не по голове, по голове ни в коем случае уже бить, прям по кончикам ушей, у них же уши самые такие нервные окончания. И вот я один раз вот так долбанула по кончикам ушей, больше он к цветам не приходил вообще. Не вообще себе. И так все коты, вот сколько у меня было, пока по кончикам ушей не долбанешь слегка ладошкой, только тогда понимает, что что-то нельзя и больше туда не лезет. Я думала, котов невозможно никак воспитать, они сами по себе, да ничего себе, я попробую. У меня вообще кот, это вообще индивидом, я не могу над ним. У Троцена стоит большая пальма, ну огромная такая пальма, вот такая у меня стоит. Я ее поставила на пол в том году, не помню, что у меня там тумбочку что ли я меняла или что-то такое. Короче, смысл в том, что стояла эта пальма на полу. Горшок большой, а у пальмы у нее зимой все время нижние листики, они тоненькие листики, они отсыхают, засыхают и все, их надо обрывать, снимать. Летом они не сохнут, зимой сохнут. Я обрываю эти листья сухие, он сидит и внимательно смотрит, что я делаю. Смотрел, смотрел, но я оборвала листья и ушла. Неделя, две, три, я никак не пойму, нет ни одного сухого листа, говорю, что-то странное. Ни желтых, ни сухих, никаких нет. Вот пододеваются листья-то. Потом, лежу такая, смотрю телевизор, кот приходит в комнату, встает лапками на край горшка и зубами, отрывает. Только сухие листья, зеленые, не тронул ни одного. Он видел, как я обрываю листья, он их стал сам обрывать, правда он их съедает. Он их съедает, да, сидит хрупко этими, как чипсами. Ни одного листа, вот зеленого не тронул, желтый, увидел, что я делаю, потом стал сам. Да не может быть, коты не поддаются такой дрессировке, ему, видимо, просто вкус листьев этих понравился. Да обрывает только желтый, он видел, что я желтый обрываю. Ну, ему, значит, желтые понравились, на вкус-то, как чипс. А почему он, блин, желтый-то оторвал? Ну, видимо, они вкуснее. Похожие-то, нет, он ноги помогал. Слушай, ну прикольно вообще. Ну, кажется, ты же коты не поддаются дрессировке, а у Плачева. А он сам говорил, что они не поддаются, а типа он к ним приспосабливается. Вот, а получается, а вот мы к нему приспосабливаемся, а он к нам тоже помогает. Чуть-чуть умный мальчик. И как твоего котяру зовут? Кекс. Кекс. Здесь лорухи. Шотландец голубой. Сaceферинг. Взрыв. Шотландец голубой. Шотландец голубой. Шотландец.